Вести Кабардино-Балкария Союзом журналистов России был учрежден в 1991 году. Каждый год, 15 декабря, мы вместе скорбим о тех, кто никогда не брался за оружие боевое, а отстаивал свою позицию словом. Как это не кощунственно звучит, но 2012 год стал рекордным по смертности журналистов в мире. Наша компания на себе почувствовала, как это – терять близких по духу. Международный институт прессы называет цифру 119 человек. Самой горячей точкой стала Сирия. Из-за постоянных военных действий там погибли без малого 40 журналистов. Второе место – Сомали. Менее чем за год там погибло 36 представителей СМИ. Самыми опасными странами для работы журналистов признаны Мексика, Пакистан и Филиппины. России и других стран СНГ в отчете Международного института прессы нет. Между тем, за последние 15 лет в стране убито 150 представителей СМИ. Более 300 умерли насильственной или преждевременной смертью. Некоторые бесследно исчезли. Профессия журналистов входит в пятерку самых опасных в России. Владислав Листьев, Дмитрий Холодов, Артем Боровик, Алексей Сидоров, Анна Политковская, Дмитрий Чепотарев, Владимир Мезенцев. Вот далеко не полный список журналистов, имена которых известны всем. Дела о гибели или убийстве многих из них так и не дают ответа на вопрос, по чьей вине произошла смерть. По данным Международной федерации работников прессы, большинство погибших работали над тематикой Северного Кавказа. 13 октября 2005 года во время столкновений с боевиками в центре Нальчика погиб начальник пресс-службы управления по борьбе с экстремизмом и уголовным терроризмом МВД России, тогда еще по ЮФО, Тамерлан Казиханов. Это была первая смерть журналистов в Кабардино-Балкарии. Много позже очевидцы говорили, пуля сразила 35-летнего капитана, когда он снимал на видеокамеру завязавшийся бой. Как потом скажут его коллеги, он снимал собственную смерть. Вот эта запись. Снимать войну для Тамика, именно так называли его близкие коллеги, было не впервой. За годы работы в органах внутренних дел на Северном Кавказе он собрал большое количество видеоматериалов. Именно на их основе Казиханов создавал свои фильмы. Сослуживцы отмечали, он всегда рвался на передовую, в том числе и в Чечне. Считал для себя крайне важным быть в центре событий, даже рискуя жизнью. Это при том, что изначально Тамерлан избрал для себя совершенно иную стезю – медика. И после окончания Кабардино-Балкарского госуниверситета подавал неплохие надежды. Видимо, лечить он хотел не физические недуги людей, а душевные. Когда он начал заниматься своими документальными фильмами, он пытался донести эту правду о войне. Он ее видел сам, он сам проходил через все эти горячие точки. Если его коллеги шли на войну с оружием, с боевым оружием, он был там со своим оружием, с камерой. Дагестанец по происхождению он многие годы провел в Кабардино-Балкарии, знал ситуацию в регионе и был готов предоставлять СМИ всю доступную информацию по борьбе с терроризмом. Мы не зря упомянули Дагестан. Это республика Северного Кавказа, первая по числу убитых журналистов в последние годы. Вечером 21 марта 2008 года в Махачкале был убит наш коллега по ВГТРК Гаджи Абашилов. На посту директора ГТРК Дагестан известный в республике журналист и общественный деятель провел чуть более года. До этого в течение 10 лет он возглавлял популярный еженедельник молодежи Дагестана. Преступники до сих пор не найдены. Наверное, цель наша должна быть в том, чтобы мы саморазмножались. То есть люди с такими взглядами, с такой принципиальной позицией, в том числе, когда это связано на грани риска, как говорится. Чем нас будет больше, не единицы, а десятки. Не десятки, а сотни. А в идеале тысячи и десятки тысяч. А уже тогда каждого заказать, каждого убить невозможно. 20 марта в Москве убили журналиста Первого канала Ильяса Шурпаева. Преступники осуждены. 15 декабря 2011 года в Махачкале от рук бандитов погиб известный общественный деятель Хаджимурад Камалов. Издателя и учредителя еженедельника Черновик, одного из самых читаемых печатных изданий в Дагестане, застрелили прямо возле рабочего офиса. Преступники не найдены. 2012 год. Снова декабрь и уже Кабардино-Балкария. Убит наш коллега, корреспондент и ведущий программы «Вести Кабардино-Балкария» Казбек Гикиев. Последний прямой эфир за два часа до смерти и прощальная улыбка на камеру в павильоне. О погоде на завтра через несколько секунд расскажет Зухраб Шихачева. А мы прощаемся. Приятного вечера. Теперь Казик будет улыбаться только на фотографиях. Четыре выстрела в темном переулке, боль, слезы и один и тот же вопрос. За что? Профессиональная деятельность. Основная версия следствия. Сразу же заявили силовики. Имя первого подозреваемого Следственный комитет России назвал спустя пять дней Зейтун Базиев. Официально сообщить коллегам Казбека, что установлен второй подозреваемый, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, решил лично. Это 25-летний Иная Табухов. Убийство Казбека Гикиева всколыхнуло всю страну. Более того, его смерть вынудила открыто сказать, журналисты сегодня не защищены. Вопрос в том, кто и как может оградить их от опасности. Конечно, власть в рамках полномочий, скорее всего, ответит большинство. А готовы ли к этому общество? То самое общество, которое обещал детально информировать о ходе расследования федеральный омбудсмен Владимир Лукин. Информировать опять же через СМИ. Тем самым заставляя средства массовой информации вызывать огонь на себя. И каждый из нас понимает, что может произойти после выхода в эфир или в свет той или иной информации. Конечно, неприятно. Конечно, когда заходишь, особенно после первой кампании, заходишь в подъезд, как неприятно. Идешь все время. Но жить в депрессии тоже. Вы же ничего не поменяете. Если бояться этих людей, то, наверное, и жить не надо. Вообще, как можно их бояться? Бояться жить теперь, не выходить из дома, да? Надо как-то объединяться, как-то бороться. Просто у нас в республике журналисты немножко разобщены так, мне кажется. И если бы мы вот этот трагический случай, если бы он послужил катализатором какого-то объединения, такого реального объединения, на таком низовом уровне, это было бы достойной памяти вашего товарища, нашего товарища. В Кабардино-Балкарии сегодня функционирует более 100 электронных и свыше 70 печатных изданий, 10 телеканалов и 20 радиостанций, приводит данный официальный сайт главы КБР. Каждый житель республики сам для себя выбирает тот вид СМИ, посредством которого ему хочется получать информацию. Но так ли важен сам источник? Ведь наполняют его информацией или, как теперь принято говорить, контентом, в любом случае люди. Мы, журналисты. Те самые дотошные репортеры и корреспонденты, которые иногда лезут в самое пекло ради одного удачного кадра или одной эксклюзивной подробности. Так давайте отдадим дань памяти тем, кто не смог отказаться от обязанности журналиста даже перед смертельной опасностью. Это все. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА